Итак, приветствую друзья и гости канала, всем огромнейший привет! И сегодня у нас 25 октября, вчера я для вас заснял все-таки тот апартаментный комплекс, где я сам себе все купил Постарался вам все объяснить, рассказать и расписать все на пальцах В общем, сегодня я этот сюжет для вас смогу выгрузить Ну а мы с вами сегодня стартуем пораньше, вчера лег спать пораньше, проснулся как идиот в 5 утра Понял, что в 5 утра еще темно, думаю, может пробежаться А потом вышел и офигел, думаю, нифига себе, как холодно, думаю, лучше прибегусь в спортивном зале Ну реально холодно, ребят, прям холодно Мне кажется, что сегодня даже нас холоднее, чем зимой иногда Потому что привык к зимой, там 15-16 градусов А сейчас вот я смотрю, думаю, ну е-мое, ну как так-то, прям прохладно, знаете, прям свежо, знаете Как будто в Нексии еду зимой Вот такой вот холод собачий Ну а что, мы с вами давайте попробуем с вами проехать Посмотрим, что из этого получится Посмотрим, что из этого получится Пробежимся по новостному блоку Ну и первая новость, конечно же, у нас Ты что, раньше не мог сучить, полуродник? И у нас первая новость стала известна, где появятся новые блоки в школу в Сочи Ну, блоки какие? Ну, в школу, там, на 40 мест и так далее В принципе, я посмотрел, там, в администрации планы грандиозные Там и в Кудепсте, и в Лазаревском, и на Мамайке все туда открытие и так далее В общем, в принципе, нормально И вот я смотрел на Красополяне, какая школа шикарная получилась В общем, круто, ну, реально, очень круто, я вам серьезно говорю, очень круто И видно, что в инфраструктуру стали вкладываться Депутаты помогли обугустроить райский оголок в Сочи А это Макаренко, в общем, взяли там и сделали спортивную площадку и так далее Я думаю, что у нас выборы, что ли, начинаются Что-то у нас, смотрю, у нас там ЛДП-ровцы в Островой Мечте сделали какие-то там красивые скамеечки Там бордючки покрасили, что у нас там, выборы, что ли? Напишите в комментариях, вы же у меня все знаете Я тогда на выборы никогда в жизни не ходил Потому что, ну, как бы, во-первых, я в честные выборы не верю Во-вторых, я даже не знаю, за кого голосовать Как бы, поэтому я на выборы не хожу Да и у меня выборы, ты знаете, раньше такие были перышки такие были Выборы, пирожки А здесь, как бы, так, а так, смотрю, вот, как бы Прямо смотрю, там сделали, там сделали Знаете, приятно, когда раз в 4 года, вот раз в 4 года, раз и что-то хорошее делают Ну, приятно же, ну, раз в 4 года, да? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было чаще, но тоже хорошо Кстати, хоккейный клуб в Сочи отправил в отставку тренера Андрея Назарова А почему отправили в отставку? Ну, потому что они занимают последнее место Как команда в Орске, которая называется Южный Урал Они тоже всегда, как бы, до них всегда очень было большое финансирование Ну, как бы, вот я в Орске жил, все деньги всегда уходили на хоккейный клуб Южный Урал И они всегда занимали последнее место Вот всегда занимали последнее Вот ни разу в жизни даже они не занимали предпоследнее место Всегда последнее Я, хоп, сбежал от этого Южного Урала, да, в Сочи, да А в Сочи есть те же самые Леопарды под руководством Назаров, да Которые проиграли подряд 7 игр Которые не выиграли ни одну, ну, ни одну игру они не выиграли Я считаю, что это просто даже похоже на изделательство Такое ощущение, как будто, может быть, протестуют Может быть, против спецоперации Может, еще что-нибудь Может быть, там, акция «Пчелы против меда» Там, не знаю, «Рок против наркотиков», да Например, не знаю, там, подписчики против тупизма Ну, не знаю, там, вот некоторые вот есть Там есть, почитаешь комментарии Думаю, что такое, думаю Тебе срочно нужен хоккейный клуб Леопард Потому что, как бы, ты размышляешь так же, как они играют Ну, вот, сейчас поменялось Посмотрим, что из этого получится Я думаю, что и футболисты, я думаю, далеко не ушли Футболистов тоже поменяют Потому что футболисты тоже занимают последнее место Так же, как и хоккеисты Последнее место, да 20-е из 20-ти Как это приятно Знаете, даже еще нужно умудриться Потому что даже по теории вероятности Ты можешь, как бы, мягко говоря Какую-то команду просто выиграть или еще что-нибудь А если этого не происходит, то, конечно, трэш Вообще, я считаю, что всю команду Вот этот хоккей и футбол Вот сочинский, да Их нужно отправить вон В Донбасс Ну, потому что, раз нихера не умеет Не играть, ничего Нахер нам здесь нужны такие, да Ну, просто когда Просто сейчас, на данном этапе Вот просто все спиваются Вот мне тоже мои говорят Там, как бы, они приходят Как бы, посмотрели, чтобы проиграли И начинают бухать Просто я считаю, что вот эти ребята Хоккеисты и футболисты Они просто берут и Спаивают ваших, там, детей Ваших мужей Ваших, там, родителей В конце концов Потому что реально с горем бухают Тут, блин, тяжело не набухаться А жители 16 улиц Сочи Остались без горячей воды И, блин, опять, говорит Вот кроме острой мечты В острой мечты У них три источника воды У них... Они бесят, так все говорят, да Потому что все говорят Макс, у тебя есть вода? Я говорю, да, есть вода Мне там сейчас просто позвонили Та пару человек У нас с моего микрорайона Такие, я прям чувствую Сука, ты, сука, патла Ну, ты почему-то там живешь? Почему у тебя есть горячая вода И холодная вода? У нас нет никакой Ну, надо выбирать правильно Жилые комплексы Да-да-да Да-да-да-да-да А в Сочи туристы Ушли в поход И пропали В общем, их ищет, 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 ищет Ищет 19-летних пацанов И до сих пор так и не нашли Поэтому, ребят, будьте аккуратны Будьте бдительны Даже я, когда иду в поход Я беру с собой Того же самого Не с курсовода А беру с собой инструктора Потому что заблудиться очень легко И даже думаешь Блин, у меня есть телефон с компасом Ну, отлично Как бы, но Как телефон с компасом Обычно не помогает А названы три страны Ближнего зарубежья Куда на зимовку Отправляются Россияне-сакунишки Есть такая категория Сакунишки Ну, такие, знаете Которые сбегают от мобилизации Сакуни-сакуни-сакунишки И это, конечно же Киргизия Казахстан И что еще Ну-ка, ну-ка Правильно, Грузия Не потому что В Киргизии И в Казахстане И в Грузии Так хорошо и прекрасно Потому что Они более-менее дешевые Ну, дешевые Красивые, дешевые Ну, дешевые Это раз Потому что Люди У которых Хватало бы Ну, нормальный денег Они, конечно же Полетели там В Таиланд Там на зимовку В Арабские Эмираты Там в Дубай Полетели А здесь Вот эти вот Сакуны Которые, в принципе И здесь ничего Не заработали себе Да, ничего не делают И Долг родине Не хотят отдать Ну, бывает У каждого Своё понимание Долг родины Ну, и бегут Вот Самое популярное направление И говорят Мы, говорит Знаете Спартак Говорит Да, вот Кто там у нас Еще Аномай Да Крикс Да Они вот все Боролись за Свободу Да Вот это Рабы Рабы Да Эти Гладиаторы Они боролись За свободу А здесь же У нас получается По факту Сами же себя Расхияни Они берут И загоняют себя В рабство В рабство Ну, и конечно же И казахи И киргизы Конечно же Они теперь Отрываются Потому что Никакого уважения К этим прекрасным Людям нет Потому что Одно дело Когда просто Год назад Мы переехали Да Не было ни войны Ничего И нормально Бык восприняли Там Скорее всего Даже бизнес Получился А другое дело Когда В разгар Мобилизации Здоровые Мужики Бегут И конечно К ним отношение Такое Ни в одной стране Мира Без разницы Кто там Ты поддерживаешь Спецоперации Не поддерживаешь Там За украинцев Или за русских Или за войска НАТО Без разницы За кого Ты без разницы Но все прекрасно понимают Что кидать Свою страну В которую ты вырос В самое тяжелое Для нее время И кидать И без разницы Говорю Кто на какой стороне Это ненормально Поэтому и относятся к ним И много случаев Вот я посмотрел Там в ютубе Много случаев Когда избивают Там Оставляют Там 5000 тенге Вот я не знаю Казахи напишите 5000 тенге Это сколько Ну реально По русскими деньгами Нашими Советскими 5000 тенге Это сколько Вот 5000 тенге Вот там дают 5000 тенге Все говорит Сваливают Вот тебе на автобус И так далее А так полностью Там не знаю Ну в общем Жестко Жестко С одной стороны Я хотел бы сказать Что блин Неправильно Ребят Казахи Неправильно А с другой стороны А как еще к ним Ну скорее всего Так оно и есть Ну как бы Ну Если бы например Сейчас бы Начали воевать Например казахи Например там Ну не знаю Да хоть с кем Хоть с киргизами Да Казахи с киргизами И прям валом Повалили бы сейчас Здоровые нормальные Мужики Пацаны С Казахстана С Киргизии Например в Россию Ну я думаю Что их тоже Чмырили бы Это нормально Чмырили бы По самому не хочу Потому что Кто едет в Казахстан Кто едет в Киргизию И кто едет в Грузию Те у которых Нет денег на Нормальное Да Чтобы поехать В нормальное место У кого нет денег Чтобы поехать в Стамбул У кого нет места Это денег Чтобы поехать В Дубайск И так далее И конечно Они туда сваливают Понимают Что от них толку Если они ничего В своей стране Не добились От чего там Довалила возможность Россия Матушка То там они Тем более Ничего не добьются Но у них К ним отношение такое Поэтому Тут No comment Ну Эти три страны Куда бегут А в Анапе Вот знаете прикол Продают экскурсии В закрытый аэропорт В общем За полторы тысячи рублей Ты можешь Попробовать Постоять в очереди В искусственной Попробовать Купить билет Попробовать Пройти осмотр Попробовать Пройти В сторону Самолета Ну не через самолет Понимаете Такие стали делать Экскурсии Я думал Это пранк Ружач Нет Серьезного Сейчас делать Экскурсии В аэропорт Чтобы люди Кайфанули Там даже Транспорт из Краснодара Чтобы тебя довезли До аэропорта Анапы Прикольно же Прикольно Значит так Туристка рассказала Как она не платит За напитки И еду в аэропорту Она говорит Я беру с собой Много чипсов Ну это женщина Да Говорит Я беру с собой Много чипсов Я беру с собой Бутерброды И впринь сможно А воду Я беру пустые Пустые баночки Беру пустые бутылочки И потом нахожу фонтан Где можно бесплатно А что там В аэропорту очень дорого Ну и конечно же Под этой статьей У нас две категории Первые конечно же Начали чмырить Ее А вторые начали Ой спасибо За отдельные советы А то действительно В аэропортах Охренели И так далее Ну я лично Из категории Кто чмырит Потому что Я знаю таких женщин Которые знаете У тебя вот Ассоциация с поездом Это С вонючим Сука конченным Дошираком Который воняет На весь вагон Вот реально Ассоциации Ни стул колес Ни туалет Где ты рельсы видишь Ничего из этого У тебя ассоциация Это прежде всего Как бы Ну вот такая вот ассоциация Понимаете Вот такая вот ассоциация Вот А тут вот мы Когда летели там В Дубайск Не 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 в Дубайск Извиняюсь На Кубу Когда летели с дочкой И тоже у нас Умудрился В самолете Доширашку заварить Ну е-мое Ребят Я не знаю Я от этого запаха Я начинаю болевать Я может быть Когда-нибудь Доширашку люблю поесть Ну не в самолете Ребят Не в самолете Ну не в самолете Доширашку И это не есть хорошо Конечно Это просто Я считаю Конченные люди Которые так себя ведут Ну ребят Летайте вон на Кубу На поезде Да Если вам хочется Доширашку Поесть в самолете И здесь тоже И в принципе Как бы Здесь я больше на стороне Тех, которые Зачмырили Ну зачмырили Ну нет возможности Да Как бы Не можешь ты купить себе Бутылку воды В аэропорту Ну летай на поезде Ничего плохого нет Ходи пешком В конце концов Или Бери Зарабатывай Ну почему Например я Должен Потом Как бы Вот эти Запах Ну знаете Когда шарак воняет Это же просто Жопа Это как будто Обосралось 20 тысяч лошади Одновременно В одном месте И почему я должен С таким запахом Лететь А стало известно Когда стартует Зимний сезон 23 февраля Ой 23 февраля 23 декабря Все Любое без границ Девушка Нашла мужа Во Вьетнаме Когда она там Бухала Жестко Отрывалась Ела доширашку И все Ну а они Как бы Там знаете Как бы Ну встретились Там Романтика Там да Там Попробовали Заняться сексом Поняли что В сексе тоже В принципе Все довольно-таки Неплохо Есть какая-то Определенная Совместимость Потом как бы Решили Вместе сойтись Потом говорит Блин Говорит Ну в Вьетнаме же Мы жить не будем Говорит Это же просто Жесть просто какая-то Да Специфический запах Везде Дошараш Как Максим Каламецов Рассказывал Плюс еще непонятно Все равно Мы здесь чужие И тому подобное И все И куда полетим Говорит Давай Говорит Как самый лучший Город в мире Говорит Давай Куда Ну в Сочи И все Они переехали в Сочи Живут счастливо Я их с этим поздравляю Блин Молодцы Нашли себя на отдыхе Поженились Все хорошо Ну все Вам детишек здоровых Там не знаю Ну короче Тем временем Вчера В Сочи Опять выпал снег Ну в горах Конечно А в Сочи Тем временем Появится более Четырех тысяч Парковочных мест Потому что Парковки В Сочи Это проблема Номер один Которая есть И конечно Сказали Что ее Мягко говоря И справят А Краснодарский край Улучшает свои позиции По научному Техническому Развитию В общем Умных в Краснодарском крае Стало гораздо больше Чем любых других Потому что умные Переезжают в Краснодарский край Житель Сочи Раскрыл тайну Как найти Секретное ущелье Он говорит Блин Это легко Ты берешь Ты засыпаешь Тебе ночью снится Это ущелье Все хорошо Все прекрасно Экономишь на Дошираке И так далее А в Краснодарском крае Проследят За артиллеральным давлением В общем Акция Там везде Ты можешь померить Давление Бесплатно А стало известно Сколько взлетели Цены На жилье В Сочи А в этом году Они взлетели Вот еще до конца года Нет, но В годовом эквиваленте На 23% При всем при том Что январь И февраль Были определенные Откаты Были определенные Там на 0,1% И так далее Но в целом И новостройка И вторичное жилье Если братья Годовой эквивалент Подорожали На 22,2% Это касается новостроек А вторичное жилье Подорожало на 30% Почему новостройки Подорожали так мало Потому что сначала Как бы они подняли Цены Потом был откат Назад Вот этими всевозможными Акциями И так далее А со вторичкой Все равно Как бы поднялась Цена И средняя цена Сейчас за квадратный метр Новостройки Это 350 тысяч рублей За квадратный метр А соответственно Вторичка 300 Ну вторичка 300 Считается Те самые Джепешки И там подобные Вот как бы так В целом Как бы Да Как бы Там подытожили Ребята Если вы Тешите себя иллюзиями Что в Сочи Там что-то будет дешевле Сможете Ни хера себе Ты выехал Злой рыцарь Джедай Вот это Даешь Думать Вот это Вот это Вот это Вот это Да Да Как говорится Вот это Ты прям Красавчик Поэтому Как бы Нет смысла В чудо Как бы Есть Вроде Как бы Сказали Что мобилизация Частично Отменяется И так далее И цены Опять Стали на Недвижимость Мягко говоря Возвращаться Как бы Люди Прекрасно Понимают Да Можно поехать И попробовать В роли Раба Но рабы Себе Квартиры В Казахстане В Киргизии Не поднимают Да В Казахстане Мы подняли Цены На недвижимость Но это нарисованные У меня есть Клиенты Которые пытаются В Казахстане Продать недвижимость И купить В Сочи И они Говорят Да Макс Я с ними Общаюсь У нас Нарисованные Цены Есть Но никто Не покупает Но никто Не покупает Но они Сами К нам Переезжают Рабы Те которые Не могут Позволить Другие Города И за них Решили Культурные Доброжелательные Казахи Решили Оторваться Но не тут То было Они просто Переезжали С голой Жопой Максимум Что они Могли Снять Квартиру В шестером И все Чтобы избежать Мобилизации Чтобы полгода Где нибудь Пошкериться И так далее Поэтому Нарисованные Цены Есть По факту Но по факту Никто не покупает И от этого Никуда не деться Вот как бы так Ребят Какая суровая Правда жизни На этом Я с вами прощаюсь Всем вам желаю Хорошего настроения Всем вам добра И сегодня Сниму для вас Интересный домик Который называется Ну который Находится на Красной воле И действительно Домик интересный Ну хороший домик Интересный Там и цена Интересная В общем я думаю Вам понравится Все ребят Пока